Первое, самое важное, друзья, что вам нужно, если вы хотите стать блогером или снимать там свои рыбалки, свои путешествия. Приветствую, друзья, канала Fishing. На столе анбоксиночный ножичек, значит, будет распаковка, друзья. Распаковка необычного характера, в общем, ну, не свойственно для рыбалковных каналах, тем не менее, эти вопросы по поводу того, что здесь часто возникают от вас, и в личку вы пишите, и в комментариях под видео задаете вопросы. В общем, я сейчас пока буду распаковывать, вам расскажу быстренько про историю. Значит, оказывается, в Украине здесь производитель всевозможной электроники, такие, такой, как экшн-камеры, там всевозможные наушники, беспроводные, букридеры, электронные книги, в общем, ну, дофига чего, я вам скажу, там. Но меня, что заинтересовало в ихней продукции, это экшн-камеры, друзья. Собственно, для теста они нам и выслали. Здесь должна быть новиночка, буквально вышла две недельки назад. Ну, я пересмотрел информацию об этой компании, оказывается, камерами от компании Iron, если я правильно говорю, ну, короче, англичанец меня не очень, как вижу, так и читаю. Компания Iron, ссылку я оставлю в описании под видео, и очень много тревел-блогеров снимают на ихнюю продукцию, что, конечно же, и для рыболовного канала тоже, наверное, хорошо. В общем, это мы все будем тестировать, пока что я ничего не могу сказать. Ну, это о более поздних версиях, называется камера ProCam, экшн-камеры. В общем, ну, самое, конечно, страшное в них, это то, что цена, друзья, цена смущает. Есть у моих коллег негативный опыт по поводу использования дешевых камер. Ну, я не говорю сейчас об Iron, а говорю вообще о таких там, ну, бренды, ладно, не буду называть. В общем, опыт негативный. Но меня порадовало то, что, во-первых, это украинская компания, у этой компании есть физический офис в Киеве, есть номера телефонов, служба поддержки. То есть, это не какой-то мифический китаец, которому после покупки не дозвониться, никак не связаться, а это живые люди, которые работают над разработкой продукции Iron. Ну, понятно, что продукция собирается в Поднебесной. Сейчас вся продукция, наверное, собирается в Поднебесной. Но программное полностью обеспечение делается здесь, в Украине. И еще хотел что-то сказать, но забыл, а вспомню и скажу. А, менеджеры поделились интересной статистикой по поводу компании Iron. Значит, у них процент возврата меньше 1%, там 0,1%, по-моему, процента. Возврата продукции, это по камерам, ну, я узнавал, потому что, ну, не хотелось, если... В общем, задал прямо вопрос, ребята, если вы делаете какашку, то я не буду это брать. Ну, меня заверили, что у них классная продукция. Это все, друзья, мы потестируем их где-то уже на весну. Я дам вам конкретный отзыв, стоит покупать, не стоит покупать. Ну, скажем, вот топовая камера от Iron, которая по характеристикам заявленным очень схожа с GoPro 8, стоит в половину дешевле. Даже чуть больше, чем в половину. И плюс... Ну, короче, сейчас все покажу. Итак, друзья, поехали. Чего мне прислали на тест? Первое, самое важное, друзья, что вам нужно, если вы хотите стать блогером или снимать там свои рыбалки, свои путешествия. Так, первое, что вам нужно, это, друзья, запасная батарея. Вот, собственно, вот так она выглядит. По-любому, друзья, у вас батарейки не будет хватать. Заявленное время 70 минут. Ну, это нормально, даже чуть выше, чем... Б-б-б-б-б-б-б, чем у некоторых топовых камер. 1350 мА емкость батареи ProCam 8. Она подходит. Так, ну, это понятно. Запасная батарея по-любому вам нужна, друзья. Потом вам понадобится также, ну, такой сразу... Лайфхак из моего опыта. Сразу всевозможные крепления. Крепление на голову. Ну, я сейчас вот это дело распечатаю, посмотрю. Вот так в запечатанном виде выглядит. Крепление на голову, крепление на грудь. Можно выбрать, если бюджет сильно ограничен. Хотя, перейдете по ссылке, посмотрите. Цены там очень доступные. Можно что-нибудь одно. И я бы рекомендовал, если у вас сильно ограничен бюджет, друзья, то на голову крепление. Оно и дешевле. И, в принципе, им можно перекрыть много сюжетов разных. Ну, я вам скажу, что качество... Качество с виду классное. С виду классное. Так, здесь еще чего-то. Ага, здесь, типа, можно даже такую камеру прикрепить. Переходничок такой вот есть. Короче, там, где есть отверстие под штатив камеры, вот такую можно прикрепить даже сюда. Не встречал у других производителей аксессуаров такого прикола дополнительного. Ну и крепление на грудь, друзья. Ну, так, мне уже не терпится к самой камере перейти. Но еще есть. Обязательно понадобится вам штативчик, друзья. Хоть какой-нибудь, хоть самый дешевый, но без штатива снимать сложно. Вообще-то, ну, давно уже назревало. Я вам давно хотел снять, на что я снимаю, чем я снимаю. Вот. Ну, сейчас отодвинем это дело. Я еще протестирую ProCam 8, а тогда уже вам сниму отдельное видео для этого. Вот так, здесь интересный... Ага, здесь переходник вижу. Переходник, непонятно. Так, ну, штативчик, собственно, триподик. Вот такой вот. Так, почему он как-то крепится? Не крепится. Непонятно. Так, ну, с этим буду разбираться. Еще покажу вам. Это, наверное, сюда накручивается. Вот. Ну, тоже все разберусь. Качество вроде неплохое. Так, ну, вот непонятно мне, как тогда сюда камеру укрепить, если тут все вот так вот. Все под площадку. Ага, значит, мне нужен будет переходничок. Переходничок у меня есть. От 2-прошки. Может быть, и снимем сравнительный тест. Вот, сейчас вот ProCam 8, она в ценовой категории GoPro 5. То есть, ну, я думаю, честно будет снять сравнительный тест этих двух камер. То есть, хотя характеристики, повторюсь, заявлены, как у GoPro 8. Так, переходничок нужен. Видите, менеджер мне не сказал, что к триподу нужен переходничок. За это ставим лайк менеджером компании Iron. Так, такие мелочи, ребята, нужно знать. Так, хорошо. Погнали дальше. К самому, к самому, к самому. Так, вот это все я отставлю в сторону. Так, а может, и не нужен будет? Сейчас разберемся. То, что не нужно, я отставлю в сторону. Ну, переходим, собственно, к самой камере. Значит, вот она. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Распечатываем. Логотип. В общем, кейс классный. Вот, сразу я обратил внимание на то, что, друзья, камера идет в кейсе, а не в каком-то непотребном, ну, никому не нужном, пластиковом чехле, как, опять же, те модные камеры всевозможные. Чехол либо выбрасывается, либо где-то на шкаф ставится, и все, он бесполезен. Здесь уже сразу же идет в чехле. Супер, молодцы. Вот это молодцы. Так, давайте распечатаем и посмотрим вместе. Я так хоба-хоба-хоба-хоба. Так, место под батарею. Ну, короче, кейс сам классный. Дальше, что у нас идет в наборе? Зарядка Type-C. Зарядочка Type-C, с другой стороны USB. Ну, это именно шнур. Так, что здесь такое? Так, я, видите, снова с транспортной компании прибежала, она в холоде была, сейчас в тепле, поэтому чуть вспотела, и я тоже вместе с ней потею. Так, это крепление, непонятно для чего оно. У Гупрошки такие же крепления есть. Так, ладно, разберемся потом. Так, ага, вот для чего оно. Вот, есть сразу куча креплений, которые, друзья, вот так буду вам показывать, которые можно куда-нибудь приклеить. Здесь двусторонний скотч, насколько я понимаю. Одно ровное, другое чуть с изгибом. И вот для этих вот креплений вот эта штучка должна быть. Так, сейчас Индия разберется спокойно. Так, ну-ка, крепление с той стороны. Ага, просто плотно заходит. Ну, правильно. Вот так вот оно все выглядит. Так, погнали дальше. Что нам тут еще дали? Вообще непонятно, что это. Какой-то тросик. Тросик. И еще двухсторонние скотчи. Два штучки. Зачем тросик? Ну, в общем, будем разбираться. Ну, может, это поводок просто на щуку. Компания Айрон. Менеджеры знали, что отправляют рыбаку. И отправили мне поводочек сразу же на щуку. Спасибо вам за заботу. Так, дальше. Смотрим дальше. Ага, вот молодцы. Есть рамка обычная, потому что я думал, как камеру крепить без кейса. Она все-таки идет в кейсе. Так, всевозможные. Так, благодарим за выбор 500 гривен на следующую покупку. Это такой купон мне дали. Так, Quick Start. Краткий. Короткий, посидный, коростучал. Коростучал, в общем, друзья. Вот. И еще мне сказали, что очень классно эти камеры покупают в Европе и даже в Америке через сайт, друзья, Amazon. Не знаю, можно ли рекламировать. Так, ну, кейс супер. Вы все увидели. Здесь есть для дополнительных батареи отсеки. есть здесь специальный карманчик. короче, намного лучше, чем просто какая-то пластиковая хрень. Так, переходим, собственно говоря, к самой камере. К самой камере. Вот вы мне скажите, как я должен прикрепить камеру на штатив. Должен быть переходник. А его у меня их брылок. Так, надо мне сейчас, я так понимаю, снять с кейса, вернее, снять сам корпус, вот этот, господи, как же ее снимать, да. Надеюсь, как в госпрошке, да. Ну, все классно, все просто. И на саму камеру здесь, что, на магнитах, что ли, нет? На саму камеру посмотреть. посмотреть. Опа, вот, и следующий горбуль. Неудобно вынимать камеру, друзья, неудобно. Нужны чуть-чуть ногти, так что сильно ногти не строгите. ну, это подводный кейс, до 40 метров, по-моему, заявлено, в обзоре я уже точно вам скажу. Ага, вот я зря ругался, короче, на менеджеров. Смотрите, вот сама камера, все запечатано. Давайте, ну, блин, а, я же даже это не взял. Еще флешку не взял. Так, ладно. Смотрите, я ругался на, кстати, очень удобно держать в руках прорезинено, на менеджеров, а тут, оказывается, вот такое есть еще крепление, чтобы не крепить, с помощью рамки, можно крепить вот так вот, друзья, вот нам, блогерам, лишь бы на кого-то поругаться, вы же понимаете. Вот, можно все вот так вот напрямую крепить. Все, сори, сорян, сорян, лайки ставим, лайки, это ну, менеджером Iron. Так, попробуем включить. Сейчас я сдеру защитную пленочку. Обожаю. с новых вещей, сдерать защитную пленочку, еще раз поближе покажу. Не знаю, заряжено, не заряжено. Ой, как быстро включается. Подключить карту памяти, мне сразу пишут, сейчас, погодите. Так, время на камере показывается, сразу видно вам. Что у нас тут? Раздельная сдательность, видео, так, настройки всевозможные. Ну, друзья, короче, сейчас я не буду вам это все включать, да? Ой, из отсюда видно хорошо, смотрите, как классно. Я должен разобраться, сейчас в ближайшее время потестируем. я уже какой-то отзыв смогу вам сказать и уже ближе к весне, когда я хорошенько погоняю эту камеру, у меня будет больше информации о ней, я вам уже подробный, приподробный сделаю обзор на нее. Первым впечатлением делюсь, все супер. Особенно нравится то, что она идет в кейсе, а не в коробке. Достаточно всевозможных креплений для старта. классно, что есть рамка отдельная для крепления камеры, если нет такого штатива стандартного. Дальше бокс, ну и радует именно качество сборки. Сама камера неплохо собрана. Она вообще не выглядит такой китайской, которую я держал в руках, которая в руках рассыпается. Это первое впечатление. Все, выключилось. Очень быстро включается и выключается по сравнению с теми же GoPro камерами. За короткий распаковк, за короткий обзорчик ставим лайки, друзья, пишите свое мнение. Возможно, у вас, друзья, у кого-то есть уже опыт, используя камеры от Iron серии ProCam. С удовольствием почитаю. Обязательно ставим лайки, потому что вы так поддерживаете канал Офишинг и комментариями тоже вы поддерживаете канал Офишинг. Кто еще не подписался, таких все меньше и меньше, обязательно подписываемся, активируем колокольчик, после этого вам будут приходить уведомления о новых видео. Так, я все сказал или не все сказал? Да, вроде бы все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok